Еще о событиях в регионах. Есть в Европе настоящие белые пятна. Маленькая страна Сетумаа, 7 лет назад разделенная по-живому государственной границей между Россией и Эстонией. Несведущему человеку может показаться, что говорят они по-эстонски. Поэтому удивительно видеть в каждой избе красный угол с православными иконами. Русские называли Сету полуверцами, эстонцы – полукровками. Так и жили они обособленно, сохраняя свои традиции и обряды. В праздничном наряде сетуских женщин есть что-то от викингов. Серебряные цепочки с монетами и большой оберег – сильк, весом до 7 килограммов. Эти украшения передавались по наследству от матери к дочери. Без такого наряда девушка и думать не могла о замужестве. Продавали все, даже лошадь. Но украшения покупали. Я украшения изготовлены с монетами, с серебряными монетами. Вообще Сету всегда жили справно. Народ славился своим трудолюбием и душевной чистотой. Женщины работали в поле в белых блузках и черных сарафанах и всегда с песнями. А какие красивые были, что и краситься не надо было. Вот так красились. Мария гордится тем, что сетуские женщины все умели делать сами. И ткать, и прясть. Она благодарит Бога за то, что у нее хорошие дети. Лава, Бог мой, сын не курит, не пьет. Но, увы, продолжать традиции сетуских мастерит скоро будет некому. Дочка говорит, мама не потерял и не кончил. Мама, как ты помер, я не умею. Песни Сету – это импровизация. Солистка сетусского хора сродни поэту. Она поет о том, что волнует ее и подруг, что видит и чувствует. Эту песню Мария посвятила мне, корреспонденту телевизионной службы новостей Анне Потагиной. Сулы палейки, Анна. Сулы ее, сулы палейки.